Добрый вечер. По поводу команды. Да, у нас вчера было теоретическое занятие. Вот мы посмотрели соперника, есть представление, как они будут завтра играть. Вот это будет такой довольно-таки агрессивный футбол, много передач, подач, слангов. Наш тренерский штаб детально уже нам показал, мы имеем представление о команде, как они будут завтра действовать. Ну, конечно, если бы мы играли дома, это другая атмосфера, когда ты играешь дома. Поддержка зрителей, поддержка своих болельщиков, это дополнительный импульс в команде. Это, как называется, 12-й игрок, так что, конечно, нам бы хотелось, но как есть, мы уже, в принципе, привыкли играть вне дома. Хотелось бы играть, конечно, при болельщиках, но такова ситуация пока так, как есть. Добрый вечер. В первую очередь, хотелось бы сказать о том, что мы рады будем сыграть с шотландским хардсом. Для нас это очень интересный вызов. В любом случае, играя в квалификации Лиги чемпионов, в квалификации Лиги Европы, и попав в групповую стадию в основной раунд Лиги конференций, мы все домашние матчи проводили вне своей страны, поэтому мы к этому привыкли. Нами движет только соревновательный момент, соревновательный импульс, и мы только заинтересованы в том, чтобы показать хороший футбол, добиться хорошего результата вне зависимости от внешних факторов. Поэтому на этот фактор, то, что мы избираем без зрителей, ни в своей стране, ни на своем стадионе, мы абсолютно не обращаем внимания. Поэтому наша цель – это показать хороший футбол и добиться хорошего результата положительного. Нет, мы абсолютно не удивлены, потому что хардс – команда с хорошими традициями, и мы понимаем, что в чемпионате Шотландии, да, есть два гранда, которые постоянно участвуют в европейских турнирах, в групповых стадиях. Это Глазго Рейнджерс, это Селтик, но хардс – тоже с хорошими традициями клуб, и то, что команда попала в основной раунд Лиги конференций, пройдя своих соперников, мы абсолютно не удивлены, потому что мы знаем, что у хардса есть хорошие традиции. Поэтому в этом отношении мы абсолютно считаем попадание хардса в основной раунд Лиги конференций заслуженным. В первую очередь это связано с тем, что мы здесь играли в прошлом году, участвуя в Лиге конференций, в квалификации, мы уже знакомы с Баку. Второй момент – это то, что нам из Минска прямым рейсом сюда можно добраться без больших, скажем так, потерь времени, с учетом того, что у нас есть время для того, чтобы восстановиться, хорошо потренироваться здесь и оптимально подготовиться к предстоящему матчу. Логистика – то, что здесь мы уже знакомы с Баку и с условиями, плюс принимающая сторона – здесь азербайджанские наши друзья, которые нам, как говорится, предоставляют идеальные условия для того, чтобы мы не испытывали никакого дискомфорта. Мы достаточно хорошо изучили соперника. Знаем, что команда не совсем удачно стартовала в чемпионате Шотландии. Тем не менее, в тех матчах, в которых команда не добивалась успеха, в какой-то степени можно сказать, что какое-то определенное невезение в завершающей фазе, потому что команда создавала достаточное количество голевых ситуаций. Но при этом так бывает в жизни команды, что не реализовывала те потенциально голевые ситуации, которые имела. Поэтому в целом мы понимаем, что неудачный старт команды в чемпионате Шотландии, он бывает у каждой команды. Поэтому все равно мы понимаем, что команда достаточно серьезного уровня, и здесь никакой недооценки быть не может. Поэтому мы считаем, что команда хорошо готова физически, команда агрессивно играет впереди, команда хорошо использует стандартные положения, поэтому в целом мы готовимся к трудному матчу, и еще раз говорю, хотим показать хороший футбол и добиться результата. Но я думаю, что у Харца немножко больше должно быть информации по нашей команде, потому что мы уже находимся во второй части нашего чемпионата. У нас сыграно уже 23 тура, у нас уже концовка чемпионата, поэтому я думаю, с точки зрения информации у Харца вообще не будет проблем относительно нашей команды. И плюс мы провели больше матчей в квалификации, в квалификации 8 матчей провели, я думаю, что также тренерский штаб Харца способен изучить нашу команду и по матчам в Еврокубках, в которых мы участвовали. Поэтому, конечно, мы понимаем, что у соперника недостатка информации не будет, но самое главное, еще раз говорю, нам стремиться показать свою хорошую игру, свою готовность и в ментальном плане, и в физическом плане, ну и, конечно, постараться не допускать каких-то серьезных ошибок, при этом свои сильные стороны в атакующем потенциале используют. Поэтому я ожидаю, в любом случае вместе с командой мы ожидаем трудного матча, с учетом, что это стартовый матч Лиги Конференции, конечно, будет непросто. Я думаю, что и мы, и соперник также амбициозны, мотивированы для того, чтобы хорошо стартовать именно в основном раунде уже непосредственно Лиги Конференции. Ну, конечно, нам лучше сыграть, наверное, на нейтральном поле, чем сыграть в гостях при своих болельщиках. Конечно, Харц, наверное, был бы более силен при домашней поддержке, так что, ну, это нам, конечно, как идет в плюс, что мы играем на нейтральном поле, а ответа на игры не будет. Мы как раз-таки здесь с Александром в 2013 году, играя в квалификации Лиги Европы, встречались... Саша играл в футбольном клубе «Минск», я тренировал эту команду, и мы встречались в 2013 году с шотландским «Сент-Джонсоном». В Беларуси мы тогда проиграли 1-0, а на выезде в «Сент-Джонсоне» мы выиграли 1-0 и прошли эту команду в серии 11-метровых ударов. Продолжение следует...